Всем привет! Друзья, уже наступил октябрь, сейчас сезон капусты, поэтому сегодня я приготовлю ароматную, сочную и очень вкусную тушеную капусту. И я вам обещаю такой рецепт обязательно вам понравится. Ну что ж, начнем готовить. Для начала подготовлю капусту. Ее нужно тонко нашинковать. Подготовленную капусту я пока оставляю, а сейчас лук нарезаю тонкими четверть кольцами. В сковородку я налила растительное масло, оно у меня уже нагрелось. Также в сковородку я отправляю кусочек сливочного масла. Сливочное масло придаст приятный сливочный вкус капусте. И сюда же отправляю нарезанный лук. Лук нужно слегка обжарить. Пока лучок обжаривается, морковку натираю на крупной терке. Друзья, слишком зажаривать лук не стоит. Когда он у вас станет мягким, полупрозрачным, этого достаточно. К обжаренному луку добавляю натертую морковку и все обжарю еще 5 минут. И теперь в сковородку я добавляю подготовленную капусту и все хорошо перемешиваю. Друзья, и теперь капусту буду тушить на небольшом огне, периодически перемешивая. Время приготовления капусты зависит от того, какая у вас капуста. Потому что она бывает разная, бывает более такая вот мягкая, сочная, а бывает более плотная. И, конечно же, от желаемого результата. Кто-то любит, чтобы капуста была мягкой, кто-то любит, чтобы капуста была не очень мягкой. У меня капуста такая вот сочная, не слишком плотная. И я вам в конце скажу, сколько по времени у меня тушилась капуста. Я люблю, чтобы она была не слишком мягкой. Друзья, сковородку крышкой я не закрываю. Не люблю, чтобы капуста, знаете, получилась такой вот вареной, протаренной. Нужно, чтобы лишняя влага испарялась. Капусту я тушила 35 минут. Она у меня начала уже подрумяниваться. Стала такого вот красивого золотистого цвета. Капусту я попробовала по вкусу. Готовность ее меня полностью устраивает. На этом этапе к капусте добавляю сахар. Сахар добавляйте обязательно. Не переживайте, что капуста будет слишком сладкой. Не будет она сладкой. Сахар придаст такой вот приятный вкус капусте. Добавляю томатную пасту. К томатной пасте я добавила совсем немножко воды, чтобы вот так вот немножко ее разбавить. Чтобы она не была такого слишком густой. Капусту посолю. Добавлю перец черный-болотый. Это все вы добавляете по своему вкусу. Все хорошо перемешаю. И капусту протушу еще 5-7 минут. Вкуснейшая тушеная капуста готова. Вот такая замечательная получилась капусточка. Она очень ароматная, сочная. В то же время не слишком мокрая, нежная и очень вкусная. Такую капусту можно кушать так. И она отлично подойдет в виде начинки для пирожков, пирогов или вареников. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления капусты. И вы ее приготовите. А с вами была Анташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем желаю приятного аппетита. Всем пока и до новых встреч.